22 июня у легендарного танка Т-34, который располагается на въезде в наш город, работники Тверского вагоностроительного завода почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Это только часть мероприятий, которые организовали вагоностроители при поддержке Тверского регионального отделения «Союз машиностроителей России». Сотрудники Тверского вагоностроительного завода присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». На въезде в Тверь возле танка Т-34 прошел торжественный митинг – возложение цветов и запуск в небо шаров. Каждый участник акции зажег свою «Свечу памяти» и почтил минуты молчания всех погибших героев войны. Пока мы с вами помним, мы живем. Пока мы помним всех тех, кто проливал кровь, отдавал жизни за наше такое сегодня синее, чистое небо, нашу с вами историю из нашей памяти, из памяти наших детей, внуков, стереть невозможно. Памятник был установлен в честь легендарного рейда танка Т-34 под командованием Степана Горобца в октябре 1941 года. Мемориал создали в 1966 году по случаю 25-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Недавно волонтеры завода привели памятник в порядок. Добровольцы сняли потрескавшуюся штукатурку с постамента, покрасили ограду, обновили лавочки и собрали весь мусор на территории. Хочется сказать слова благодарности волонтерам вагоностроительного завода. Действительно, теперь этот прекрасный памятник, он выглядит очень красиво. И мы можем гордиться то, что люди, которые проезжают по федеральной трассе, они видят этот памятник. И они понимают, что здесь проживают люди, которые помнят свою историю. Я на самом деле благодарен всем за то, что мы сделали. Потому что это событие останется в памяти каждого из нас. Я думаю, это великая честь присутствия здесь. К всероссийской акции присоединились и школьники, которые выпустили в небо десятки шаров. Белые и красные, как символ памяти и скорби. В знак благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Затем волонтеры вагоностроители посетили воинское захоронение на кладбище в деревне Никола Малеца Калининского района. Здесь находится могила старшего сержанта Петра Коробкова и четырех солдат, погибших в июле 1943 года. В начале июня добровольцы привели это захоронение в порядок. А сегодня возложили венок и цветы. 24 июня в день парада победителей на Красной площади во Дворце культуры «Металист» при поддержке машиностроителя Верхневолжья будет открыта интерактивная выставка. Ее организаторы – поисковый отряд «Фронтовые дороги», региональное отделение общественной организации «Союз десантников». Центральное место в экспозиции занимает станковый пулемет, который нашли под Оржевом. Сделан частично из деталей, которые были найдены, часть вещей восстановлены. В чем его ценность? Основные части этого пулемета были найдены поисковым отрядом фронтовой дороги на территории Тверской области. Экспозиция в честь 75-летия Победы будет работать во Дворце культуры «Металист» 24 июня с 13 до 19 часов.